Всем привет! Сегодня я снимаю видео про обновления, пришедшие на наши сервера 8 ноября. Обновление коротенькое, в принципе, но очень-таки довольно приятное, я бы сказал. Одно из основных обновлений это то, что нам вернули прокачку навыков дракона за магические камни. То есть, ее в прошлом обновлении были пофиксили, порезали. И теперь уже, опять-таки, можно для разумения использовать магические камни. Это очень даже хорошо. Потому что за айтемы очень тяжело качать, их тяжело покупать, и это нужен донат дополнительный. А обычные магические камни можно собрать и так, и все-таки вкачать себе там плюс 100 пвп или что-то еще, кому что больше нравится. Это довольно-таки приятно. Второе обновление из того, что я заметил, то есть я заметил всего два. Второе это аспиды. Да, то есть нам, как и обещали, нового аспида все равно не добавили. Не добавили в пакт, да, вот сюда, то есть в покупку прямую не добавили. Но вы можете собрать аспида нового при помощи кусков. То есть, если вы будете покупать вот такие вот, например, да, вот кусками, фрагментами, зеленый, синий, фиолетовый, золотой. То есть шанс, что вам выпадет именно новый аспид и один из троих. Шанс этот один к семи, потому как всем всего есть, и довольно-таки шанс немаленький. Но это еще не все. Основное то, что вам добавили еще один слот для аспида, да, вот он, нижний, нижний еще третий слот. И ради интереса, так, чтобы видео не было сильно коротким, я собрал 100 кусков, да, вот они 100 кусков. Фрагменты золотого аспида. И сейчас будем надеяться на то, что мне выпадет новый аспид, и я его поставлю в третий слот, потому как я смотрел описание троих аспидов, и довольно они такие приятные. Новые аспиды очень даже good. То есть, в принципе, можно даже все три слота забить новыми аспидами. Ну что, да, мы сделали рандом голден вайпер. Теперь пишите в комментарии сразу, как вы думаете, дало мне или не дало новый аспид, перед тем, как я открою. Сразу там на паузу нажмите, напишите. И теперь барабанная дроп. Ииии, да, дало новый аспид. И еще и отлично даже по мощи. Ранг 153. Это очень хороший ранг. Так, что у нас с ростом? Минус урон, правда. Ну ничего. О, минус урон и минус урон. Это минус урон будет очень сильно даже моща. Лайф лич размещенного героя. Поглощение 60% получаемого урона. Эндо и экзо герои при гибели передают персонажу свою атаку и дополнительный урон в размере значения атаки на 20 и разделение на макс атаку. Но это по ходу 10%. При смерти экзо и эндо герои будут переносить 10% атаки и плюс урона на основного персонажа. В принципе, круто. Мы его ставим. Пока что мощи мало даст. Ну, копеечку. Теперь его нужно прокачивать. Сейчас я все свои души вольюсь в то, чтобы прокачать этого волчьего дракона. Вот. Теперь у меня такая раскладка. Будем надеяться, что я еще кусками соберу, еще поставлю еще каких-то там пара новых аспидов. Их будет три новых аспида. В общем, это все обновления, которые я заметил. Если вы заметили что-то еще, пишите в комментариях. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте лайки.